Не каждый может похвастаться родными городами. Не каждый. А я могу. Я не знаю, где я жил до того момента, когда мозги-то включились, но это была тайга, чтобы родители денег нагапали. А мысли мои сформировались в Магнитогорске и в Екатеринбурге. Он тогда еще Свердловском назывался. Потому как Среднеуральский и Верхняя Пышма это практически часть Екатеринбурга. К слову, примерно 27 раз я был в Екатии. В Турции больше. Но есть тема. Я реально вижу, как он меняется. И честно, лет так через 50 это будет город с небоскребами. Сейчас 40 этажей это просто. Но этого не было 40 лет назад. Объездную, слава богу, сделали. Конечно, это не Челябинск и не Магнитогорск, но с некоторыми полосами почти маленький Номкад. Но что мне нравится больше, чем Магнитогорск? Это ЧЕЛОВЕКИ. Не обдолбанные жадностью и злободностью быдла, из которых 5% варья. А нормальные человеки из города. Кои продав хибару в центре. Да, в принципе, не в центре. И эта покупка, она оплачивается сторицей. Покупает трехэтажный особняк в пригороде. И меньше, и жадности, и подлости. С ними проще говорить. Они ЧЕЛОВЕКИ. Конечно, в Екат я не поеду. Реально сложный город. Магнитка проще. Было бы интереснее переломать нашу жизнь, чтобы походить на столицу всякой разной металлургии и многих реально делающих оплот государственной деятельности услуг. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ? Нравится она тебе в школе? Ну, да. Ну, расскажи, что интересного. Я не знаю. Ну, в природе своей. То есть у нас, получается, какая ситуация? Ну, учителя злые. У меня сын стал круглым отличником. Я тоже отличница. Ты тоже отличница? Насколько сложно тебе обучаться? Первый десяток. То есть наобучение ничего сложного нет, да? Ну, так, нейтральный. То есть ты будешь на пятерочке учиться, да? Учишься на пятерке. А насколько тебе сложно получать уроки, работать? Уроки сложные. Сложные? Кто тебе помогает? ВДЗ. А вам помогает тебе уроки делать? У-у-у. Брат помогает. Брат помогает? Баба на работе. Ну, понятно. То есть, в принципе, можно жить. То есть, да. Потому что у меня сын как бы пятерочный. Вот. Молодцом. Что касается английского языка, во-первых, это очень был хороший вариант, потому что я получил замечательное образование в школе номер 33 в городе Манитогорске. Вы умеете плавать? Конечно. При этом я стал чемпионом. У вас есть медали, что ли? А? У вас есть медали? Не совсем. У нас просто... Очень крутой сырик в области плавания. Вам было тяжело учиться в школе в то время? Ой, конечно. Был троечный. Я был троечный. А сейчас вы кем работаете? Сейчас у меня несколько телевизионных программ. Есть все, вот и то. Я бы все это сделал своими руками. Почему? Потому что случился кризис в области телевидения. То есть, нормальные специалисты, у которых были хорошие камеры, просто уехали. С этой стороны. А человеку, у которого появилась камера, он думает, что надо, а как же ее продать? И тут нарисовался дядя Леша Челеки, который просто тупо скупил все эти видеокамеры. За копейки. По-русски объясняю. Это потому, что у нас случился кризис. Если бы кризис не случилось, эти видеокамеры бы не получилось. Вот сама ситуация. То есть, всегда надо немножко мозги включать. Хотели бы вы стать программистом или думали об этом? Программистом? Нет, никогда. У каждого свое, понимаешь? Угу. То есть, я очень хорошо умею делать 3D графику. Не круто, но нормально. А больше я мечтаю снимать качественные видеоролики. Прекламные. Можешь забить. В интернете. И посмотреть, что научился делать у этого дяденька. Вы бы пошли... Вот сейчас такая ситуация, где в Украине вот это. Если бы у вас там были родственники, вы бы пошли там на фронт? Это сложный вопрос. Если бы что-то случилось с моим сыном, то да. И тогда это было бы просто не очень хорошо для украинцев. Вообще для тех, кто что-то сделал с моим сыном. И ничего не говорите, в принципе, теплолюбивому человеку. Хотя животные в большей степени. И они-то любят. Они скулят о жизни. Можно валить. Мы должны это делать. Искать, пробовать и получать. Если бы папа не продал дом, я бы стал екатеринбуржцем. Но он продал. Я магнитогорец. Но может и Самара, может и Владивосток. Эти два города краше. Каждый знает и умеет работать. Вне зависимости от места. Так живут нормальные страны. Мы пока не такие. Но зная о судьбе моих одноклассников, А почему бы не Куба, Болгария, Израиль. Есть места, где из вас не делают жадного, злобного быдла.